Ну, как нинфы твоей головой. Матушка земля, белая береза. Мне вообще всегда очень сложно быть судьей. Меня приглашают очень часто всевозможные проекты. Я была и в роли конкурсанта, я сейчас в роли жюри. Волнение там и там. Просто, когда ты жюри, конечно, ответственность не пропустить талант, не обидеть, а вдохновить человека. Ну и, конечно же, быть честным. Я очень добрый человек по натуре. Мне очень сложно говорить правду, потому что мне хочется всегда приукрасить и вдохновить человека. Но попытаюсь сегодня быть объективной, быть справедливой и слушаться свое сердце. Первый такой опыт, когда вы присутствовали на кастингах, видели точечно участников. И вот закончились наши прослушивания на сотне. Каковы ваши эмоции? Ну, во-первых, я горжусь, что наша десятка прекрасно проехала по регионам. И действительно, мы отобрали очень неординарных, очень интересных вокалистов, артистов. Рассмотреть за две минуты участника очень тяжело. И мы пытались иногда просить допивать кого-то. Но вы видите, как они поменялись с кастингов по регионам, как они выходят на эту сцену. Действительно, сезон будет очень сложный. Я даже не представляю, кто выиграет, потому что, я бы так сказал, за все сезоны, вот шестой сезон, наверное, самый сильный. Потому что мы же еще сделали полуфинал, где добирали тех участников, которые были финалистами, но так не схватили птицу счастья за хвост. И сегодня они тоже борются. И борются лучше из лучших. Ребята все просто такие сильные, такие неординарные, такие яркие. И еще самое главное, что они уже, пройдя эту сцену, по-другому будут себя чувствовать, выходя в полуфиналы, а потом в финал. Поэтому нас, наверное, ждет такой шестой сезон, который я назвал бы так «Битва за престол». Уху! Ничего себе! Не «Битва престолов», а «Битва за престол». Мы не видели сейчас. Сейчас мы не видели. Целую неделю не видели. Где вы были? Где вы были целую неделю? Мы не виделись! Ты снова на этой сцене. Снова это сотня. Напряжение дикое. Но как будто бы ты уже все равно пришел, как к себе домой. У тебя было такое ощущение? Ощущение такое было. До момента выхода на сцену. Да, в любом случае волнение чуть-чуть зашкаливало. Но, как мне кажется, в любом случае я справился с вами. Там какие-то были странные полутона в комментариях. Как будто бы ты не чувствовал песню. Мне кажется, настолько ты был в образе и настолько тебе было в этом кайфово. Просто сотня привыкла к тому, что я лирический герой. Угу. В лирических таких очень медленных песнях я действительно раскрываюсь. Но мне кажется, что артист должен быть многогранным. И вот сегодня я показал свою другую грань, которую, к сожалению, многие эксперты не воспринимают. То, что ты сегодня исполнял, это близко к твоему материалу? Максимально не близко. Не близко? Нет. А зачем ты усложняешь себе задачу? Наоборот, многогранность? Да. А как по-другому? Это же как спорт, и ты должен показать себя во всех своих ипостатях. Как-то многоборье или что это? Многоборье, да. Я совершенно в другом ключе сейчас пишу свои авторские песни. Что искать зрителям, скажи? Искать легкость. То есть ты про легкость, про позитив. Да. И за этим мы должны обратиться на все музыкальные платформы. Что искать, скажи? Твой любимый трек. Ну, вот, кстати. Кстати. Мои любимые треки еще пока вот... В разработке. Да. Это такая сложная работа найти себя как артиста. Все песни, которые до этого уже были на цифровых площадках, я искал себя. Вот. А то, что я сейчас нашел, вот как раз таки с осенью я буду транслировать. Выпили до дна. Эмоций полно. Последний выпуск отборочных. Куча, куча огромная. Конкурсантов самых достойных. Все-таки мне обидно еще за нескольких, которых мы не смогли добрать. Но это конкурс, такие правила нельзя. Всех забрать нельзя. Сложно ли сидеть на стене такое продолжительное количество часов? Да, но ты знаешь, вырабатывается привычка какая-то. Сегодня мы все выдержали. Я считаю, более чем достойно. Скажи мне, пожалуйста, ты всегда нажимаешь кнопку? Ну, практически всегда. А когда ты не нажимаешь, ты потом переживаешь? Ты прогоняешь это в голове? Есть у тебя сожаления? Нет, сожалений нет. Когда я сижу там, я всегда пытаюсь уцепиться хоть за что-то. То есть я всегда пытаюсь отсечь все против и выбрать для себя те «за», за которые я могу подняться и поддержать. То есть ты всегда на стороне участников? Зачастую, да, потому что я был там. Я понимаю, как это волнительно. Я понимаю, чего это стоит выйти туда и достойно выступить. Сегодня соревновалась ваша любимица. Что ты чувствуешь, когда она снова конкурирует, когда у нее такой стресс? Как ты ее поддерживаешь? Исключительная, исключительная гордость. Мы на гриме пересеклись. Я очень удивился. Я думал, она в сотне, но, как оказалось, она выходит. Узнав об этом, мы все, во-первых, собрались. Всем нашим пятым сезоном. Там финалисты, полуфиналисты тоже ребята были. Все дали какие-то наставления. Все попытались ее подбодрить, поддержать. Но она отработала на все 100 баллов. И это прекрасно. Дашка, огромная гордость. Огромная. Тем, что мы сплотились и как мы сплотились, мы искренне восхищаемся друг другом. Мы видим сильные стороны у каждого. И каждому друг у друга есть чему поучиться. И это прекрасно. При условии того, что тебя многие знают, и твое появление было долгожданным, тем не менее, ты выгрозила эту сотню. Что ты чувствовала? Радость. Большую-большую радость, потому что я хотела сотку. В прошлый раз ее не так, скажу, хотела. Как-то думала, ну, 96, но совсем как-то более-менее совпадало. В этом году я прям думала, что вот, блин, было бы классно, если бы у меня была сотка. И тут она вот первая моя родненькая. Я очень счастлива, очень рада. Это невероятно. Поколение потрясающее у нее. Я перед тем, как сюда зайти, я видос записала в своем телефоне. Просто я записала для себя лично, что я думаю, что мой результат будет либо 98, либо 100 баллов. Я чувствую так. И так получилось. Ты невероятная, и мы тебя очень любим. Был очень сложный финал в прошлом году. Я помню, как ты плакала, я помню, сколько эмоций вызывал у тебя этот финал. Очень, что произошло, что произошло. Она выпивала, она просто баттлы выгрызала. Она как пела Билли Алиш, просто разрыв был. Мы девочек встали на Билли Алиш. Как обидно. Была немножко не та песня. Она была в последний момент вброшена. Я помню, как ты просто разрывала нам сердце своими слезами. Я понимаю, что ты морально не готова, песен не готова. И наконец-то у тебя был шанс за этот год доказать, что просто чуть споткнулась. Тем не менее, не упала, а пошла дальше. Да, спасибо, спасибо большое. Я тоже очень рада. И топим дальше. В пятом сезоне, когда Даша, к сожалению, выбыла, я сказал ей напоследок слова, что одно из самых главных качеств артиста – это быть разной. И на мой взгляд, Даша с этим справилась лучше всех. И я такой, честно говоря, знал, что Даша сегодня будет выступать. И думаю, ну сегодня-то я ее точно узнаю. В итоге я весь день ходил, искал, искал глазами, не увидел. Даша выходит на сцену, и я понимаю, что за 15 минут до этого я столкнулся с ней в кредитике. Костюмерной по платью. И думаю, и сейчас она сделала так, что я ее не узнал. Она вновь другая, она вновь интересная, она вновь супер. Дашечка, я очень рад, что ты снова с нами. Я тебе желаю удачи. Спасибо. Большое спасибо. Объявляю вас. Я просто так себя чувствую, дорогие друзья. Я сейчас выйду. Сначала шоу у меня, я все. Какой город? Казань, Казань, какой там? Все, открывается. И все. Аплодисменты. Сейчас я. Очки. Раз, и ступенька. Свалился. Нет, нет, экран. И застрял, блин. И не открывается. А мне уже не терпеть. А я как бы думаю, ну все, сейчас пойду вот так. А у меня должно выехать сердце на автоматических рельсах. Оно выезжает, а оно вдруг у меня экран и заклинило. Тут же спал нимб, понимаешь, этот понус у тебя. На. Вот так. Да, и лицо сразу перепуганное, соберись, соберись, соберись. А я просто, нет, я просто уже начал. Нет, я на самом деле начал спускаться с этой, потому что понял, что мне нужно будет вот так вот протиснуться, вот так выйти вот так на сцену. Первый выход такой, я вместо того, чтобы вот так выйти, вышел так. Типа, здрасте. Мне кажется, сегодня была твоя сводная сестра на сцене. Я прям почувствовала эту энергию, я такая думаю, божечка. Мое. Это ж прям, ну прям я когда-то. Это было потрясающе, феерия, энергия, восторга. И что самое главное, она настолько разноплановая, я абсолютно точно уверена, что она еще как покажет, поэтому буду валить за нее, за своих, как говорится, родных, по духу, по духу. Скажи мне, вот когда настолько выкладываешься на сцене, вот что с вами, людьми такого типажа яркого, что случается после? На самом деле, я думаю, что она абсолютно точно рада, что выложилась, а это прям реально было на все сто. И происходит такой, ну мне кажется, энергообмен со стеной. Вот, по крайней мере, я свои анализировала, свои ощущения вспоминала после вот этих моментов классных. Я выходила полностью понимая, что сделала вот все, что хотелось именно донести до стены. И это супер круто, то есть ты ни о чем не сожалеешь. И я рада, что у ребят был этот второй шанс. Каждый из них поставил для себя какие-то либо цели, либо закрыл гештальты. В любом случае, это опыт. И каждый из них сегодня его получилось супер круто вообще. Особенно, когда что-то пошло не так в определенной ситуации. Хочется показать все-таки свои сильные стороны. Я уверена, что сегодняшним участникам по большей части это удалось. Ну а если не удалось, то в любом случае работа над ошибками – это супер круто. Это все опыт, абсолютно точно. Поэтому смотрите, не пожалейте вообще. Огонь супер праздник, феерия. Вау! Голосов 10 точно за наш танец она получила только. Мы с Нодаром так выплясывали. Я очень надеюсь, что он войдет в эфир. Если нас там слышат, пожалуйста, не убирайте танец. Мой с Нодаром. Наш первый танец. Наш первый танец Нодаром, пожалуйста, оставьте в эфире. Кто там нас видит, прошу. Флора, я на тебя смотрю, тебе надо повесить табличку. На обед ушла. Или вот это. Бух учет. Вот расслабленная сидит, эти как-то ерзают, там волнуются. Она, кто бы не вышел в городе. Так, ну что там вы покажете-то? Она же курсов. Да, уже все. Просто фантастика. Легче или сложнее приходить сюда второй раз? Я не думал об этом. Если сейчас, то только могу подумать. Ну, давайте проанализируем. Я не чувствую такую нагрузку. Я от нее стараюсь избавляться для того, чтобы на сцене петь. И задумываться. Эмоции не нужны лишние. Они только усугубляют положение. Что еще посоветуете участникам, которые вот только готовятся к своим выступлениям? А у меня всегда один совет. Просто думать, о чем ты поешь и петь душой качественно. Не надо себе ставить барьеров. Ты сам себе барьер создаешь психологически. Если делаешь какие-то неверные мыслительные процессы, создаешь цепочки в голове. Я правильно понимаю, что вы обе песни были на русском языке? Так есть. Очень давно уже не пою ни на каких языках, кроме русского. Говорят, что можно заявиться с другим языком, чтобы показать себя с другой стороны. Но как будто бы действительно ваша сильная сторона – это то, как вы владеете словом. Да, потому что я именно рос на российском, советском творчестве изначально. Это сейчас я добираю свое незнание тем, что слушаю много музыки, разной. А в детстве я рос на советской эстраде. Я желаю вам классной подготовки, легкой, творческой, полетной к этому полуфиналу. Я вас благодарю. Увидимся. Совсем скоро, на самом деле, дорогие друзья. Вы не представляете, насколько короткий промежуток времени заложен между нашими отборочными и полуфиналом. Так что вам сил, терпение, удача, легкость. И вам терпение и сил. Спасибо. Удачи. Это красиво очень. Моя женщина.